Это одна из немногих совместных фотографий супругов Малиниковых, а со свадьбы снимков и вовсе нет. Просто глава семьи обычно сам фотографировал родных и друзей, поэтому часто оставался за кадром. Правда, фотографии не сохранилось. Тогда не фотографировались. И я искала совместные фотографии. Не знаете, у нас он фотографирует, а мы стоим. Фотоаппарат свой был. Они встретились на праздновании Нового года. Ей было 18 лет, он только вернулся из армии. Молодой, статный, красивый. Как можно было не влюбиться, говорит Людмила Маленикова. Ему же пришлось идти на хитрость. Куда собрались идти? А я взял туфли, спрятав, чтобы она ходила, искала, и сказала, что туфли у меня. Ну а куда идти? Вот только за мной идти. Так дружили всю жизнь. Год этот встречались, а через год поженились. Опять на Новый год, 31-го свадьба была. Расписались Людмила и Николай 14 декабря 1960 года в Чернореченском сельском совете. А ближе к Новому году сыграли свадьбу. Нам дали квартиру, но мы были, как дружили все еще. И только эту квартиру прибирали, покупали, обставляли в корабле. А потом только со дня свадьбы жить стали вместе. Правда, нас еще обокрали. Из команды деньги, то, что мы вдвоем копили, у нас еще оставалось, где-то около тысячи. Одежда висела на вешалках. Ну, в кармане, в пальто деньги были. А когда собрались, естественно, денег нет. Ну ничего, слава Богу, мы прожили жизнь. Ну, много нам не надо, а немножечко есть. За 60 лет супружеской жизни бывало всякое. Но главное, чему научились – делать все вместе, слышать и понимать друг друга. Я принимаю этапы семейного жизни, как-то мужья как-то от всех домашних дел как-то откачнуться. А мы вот в домашних делах, у нас не было там, что там это, пол поможет, то поберет, или посуду помыть, или там, или картошки тоже начистить. У нас как-то нет этого раздела. Мы все делаем вместе. Вот и весь секрет. Поберечься бы, говорит Николай Григорьевич, но супруга все время куда-то спешит. Она активистка, а он всегда рядом, готовый помочь, подсказать. Поэтому и вместе, поэтому и счастливы, уверены Николай и Людмила Малинниковы. Мы все знаем Людмилу Карповну как очень активного, по сей день очень активного человека, который по первому звонку, по первому зову всегда рядом, всегда приходит на помощь, всегда с новыми идеями, полна сил. И, конечно, вряд ли бы это было возможно, если бы ненадежное плечо ее супруга, который многие-многие годы поддерживает ее во всех ее начинаниях. Поэтому сегодня мы поздравляем вас с этой замечательной наградой и надеемся, что это не последняя награда в вашей жизни. Вы еще долго-долго будете с нами, будете нас радовать. Медаль за любовь и верность, которую им вручили накануне Дня Семьи, стала приятным сюрпризом и полной неожиданностью. Награда в копилке каждого из супругов не первая, но единственная, совместная. В удостоверение вписаны двое. Может быть, она небольшая, так-то веха носить ее так нельзя, но для семьи, для внуков это. Я вчера получала от всех поздравления, так-то и племянники все перезвонили, и внуки показывают замечательно. Ясно, что, в общем-то, хорошее дело. Не все так живут. Столько. Теперь, видите, редкость. А мы все же прожили 60 лет. Двое детей, трое внуков. Хотелось бы дожить и до правнуков, говорят супруги Малениковы. А медаль останется в семье на долгую память, как знак любви и верности, которую супруги хранят друг другу уже более полувека. Спасибо. 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 Спасибо.